Продолжение следует... 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 Естественно, вторая вещь, о которой стоит сказать, — это ДНК. Это основной источник информации. Это очень большая длинная полимерная молекула, в которой содержится информация о всех процессах и механизмах, которые должны в нашем организме протекать. Если говорить просто, то это инструкция к нашему телу. Это некая книга, которую хорошо бы прочитать. Естественно, как и с любым прибором или системой, мы редко читаем инструкции. И человечество только начало читать инструкцию своему телу, и инструкция к заболеваниям нам предстоит ещё открыть и изучать. Я бы хотела сказать, что впервые, когда ДНК была открыта, первые механизмы были в 40-х годах, скажем, открыты, даже учёные не поверили в то, что именно такое строение, именно такая одна молекула может отвечать за всё. И учёного, у Солдайвера, который сделал первое открытие, очень долго подвергали критики, но сейчас мы знаем, что действительно эти открытия были причем. Дальше. Когда мы говорим о большом объёме, чтобы это не было информация, вещи, продукты, мы должны понимать, как этот объём нужно переносить. И здесь приходят нам на помощь фомосомы. Это дискретные структуры, которые несут в себе всю информацию в жатом виде. Если говорить уже на книжном языке, мы с вами начали с примеров в книгах, это определённые главы. Это определённые главы в книге. И на сегодняшний день в нашей книге 46 глав. Каждую главу мы изучаем, каждая глава имеет самость естественная. Дальше. Гены. ДНК — это дневная молекула. Но, так или иначе, она бьётся на очень маленькие части. Каждая часть — это ген. Ген — это срокоперно-функциональная единица наследственного материала. Если возвращаться, к примеру, с книгами, это рецепт. Мы взяли поваренную книгу, у нас там 10 тысяч, в нашем случае практически 40 тысяч рецептов. И каждый рецепт необходимо пройти, приготовить и понять, есть ли в нём ошибки или нет. Вот этим и занимается геноцика. Ошибки бывают разные. Одни ошибки могут привести к тому, что действительно рецепт испортится, другие приведут к тому, что он станет лучше. Поэтому материалы вы исследуем у нас на руках. Возвращаясь к тому, что мы с вами уже прошли, у нас в руках есть книга, это ДНК. В этой книге есть главы, это хромосома, 46 штук. И эта книга делится на маленькие-маленькие рецепты. Их проектов 40 тысяч. И каждый из этих рецептов изучается. И строение вот этих рецептов определяет развитие заболевания зачастую. И именно данные об этих рецептах, в этих генах вы видите генетистические выключения, которые вы получаете при издаче тестов в генетике. А теперь мы уже переходим к общей части словаря. Я надеюсь, я не утомлю вас, потому что словаря, естественно, будут идти по бокам. Здесь можно действительно остановиться. И если модераторы решат сменить стратегию, можно поговорить вообще. Хромосомная операция. Как мы говорили, вся информация сложена в главы. Это хромосом. И изменения в этих главах, скажем, когда страница одной главы случайно перетекла страницы другой главы, или когда при печати одна глава напечаталась два раза, мы называем словом операцией. Как вы видите, на картинке их бывает много веков. Действительно, возможно удаление определенной части информации, возможно и копирование. Возможен перенос информации с одной части в другую очередь. Все эти изменения критичны и необходимы при планировании риска развития заболевания и лечения пациентов. Дальше. Аллели. Одна из возможных форм одного и того же гиппена. Расположены они в одинаковых участках гомологических хромосомок. Если вы видели, на первых рисунках хромосомок, их у нас две, и аллели находятся, скажем, параллельно друг к другу. И суммарные исследования дают именно те предназначения, которые могут наследовать. Аутосомок. И если вы получаете генетическое заключение, очень часто это переводится. Разве что аутосомные исследования. И так как раз большая часть хромосомок, это 22 пара, 44 хромосомок, которые передаются от родителей. И которые, скажем, схожи. Это аутосомные хромосомы. Последняя пара, 23-я, это плавые хромосомы, которые определяют уже на плавый признак человека. Сейчас мы говорим об аутосомных мутаций. И но совокупность с наследованием материала, заключенного в клетке организма. То есть это вся-вся-вся информация. Не только та, которая отвечает за функционирование, но вся информация, которая тонко регулирует и определяет скорости и механизмы. Если вы делаете, например, из книги, то это и весь текст книги. Кариотип. Регина Рефатовна, вы погромче немного говорите, погромче. У нас со связью что-то не очень хорошо. Мы не очень хорошо слышим ваш голос. Если можно, погромче. Хорошо, я постараюсь. Я думаю, это просто мой голос, он в принципе немного тихий. У вас очень хороший голос и очень интересная презентация, но вот чуть погромче, чтобы мы всё слышали. Хорошо. Далее переключаемся к термину мутаген. Мутаген — это общее название физических, химических, биологических или любых факторов, которые могут привести к трансформации. Трансформация, в свою очередь, приведёт к развитию онкологического заболевания. Если взрослеться к примеру, книга — это ошибка в технологии. Ошибка в технологии замешивания, выпечки, чего-то, любое воздействие, температурные дополнительные ингредиенты, всё, что может из здорового организма сделать раковый организм, то есть уже привести к трансформации, оно должно быть индуцировано. И вот эти факторы, которые вызывают это, зачастую — это именно мутагены. В нашем большинстве случаев это могут быть внешние факторы, такие как излучение вируса, различные онкогенные, далее химические соединения. Мутация. Думаю, с этим термином все знакомы. Думаю, это стойкость изменений последовательности ДНК, но в нашем примере это ошибка в рецепторе вируса. Как я и говорила, мутации бывают разные, могут быть хорошие, могут быть плохие. И большая часть мутаций на сегодняшний день ещё не изучена. Нам ещё только предстоит узнать, как они влияют на развитие образа жизни, здоровья и заболеваний пациента. Наследования. Аутосонно-доминантные, аутосонно-рецессивные — это основные. Есть ещё сцепленные с полонаследования. Давайте разберём на примере. Вот если вы взгляните на картинку, у нас есть мать, у которой выявлены заболевания. И при аутосонно-доминантной форме это заболевание передастся практически половине детей, так как даже одной копии с мутацией достаточно для того, чтобы заболевание проявилось. При аутосонно-рецессивном заболевании необходимо две копии, которые будут выявлены у одного человека. На правой картинке вы видите двух родителей, у которых нет признака заболевания, но они являются носителями. Рецессивного ляля и в 25% случаев этот рецессивный ляль скапливается и проявляется в одном из детей. В данном случае девочка с самой правой части, она будет фенотипически относительным заболеванием, то есть у неё заболевание уже проявится. Анковирус. Мы говорили о том, что у нас есть различные мотогены, и анковирусы относятся к ним. Это общее название всех вирусов, потенциально приводящих к развитию рака. Вирусов на сегодняшний день порядка 8 хорошо изученных, и открываются ещё дополнительные вирусы, вклад которых в логическое заболевание исследуется. Следует сказать, что, к примеру, вирус пепелома человека приводит к развитию рака, шейки в лодке. Вирус сарфома как больше приводит к развитию сарфомы. Коллегиция иногда бывает очень сильная. То есть до 95% уже, чем с раком шейки в лодке, являются носителями вируса пепелома человека в высокой обоенности. Поэтому исследование вирусов тоже потенциально важная вещь, которую следует включить в скрининг пациенту. Анкогены. Это гены, обусловивающие превращение нормальных клеток в злокачественные. Это не значит, что гены изначально похитены. Гены важны для организма. Они определяют деление клеток и наш рост. То есть ребенок не разовьется, если клетки не будут активно делиться, формировать органы, дальше. И ключевую роль в этом управляют именно анкогены. Именно из-за того, что их роль настолько неоценима для здорового организма, любая мутация, любое нарушение в них приводит к развитию онкологического заболевания. Но здесь, на картинке вы видите, что если у нас анкоген работает в должном, то должен у нас претерация отмеренная, клетки изменятся так, как он получен. Если при скриптивации анкогены включается ускоренная претерация и начинается рост, поэтому клетки характеризуются ускоренным ростом в целом и претерацией. Дальше. Спрессоролопуфля. Это гены, выполняющие обратную функцию. Они отвечают не за то, чтобы клетка воспротивилась, а за то, чтобы восстановить деление в тот момент, когда это нужно. К примеру, подействовал какой-то мутайгент. То есть человек столкнулся с излучением перележивания. В этот момент часть клеток повредилась. Для того, чтобы это повреждение убрать, у нас активируется сепрессоролопуфля. И, к примеру, генка 53, с которым многие сталкиваются, на самом деле это сепрессоролопуфля, который необходим для репарации. Если в нем проявляется мутация, она приводит уже к обратному процессу, репарации не осуществляется, и клетки развиваются с накоплением большого количества мутаций, которые приводят к онкологии. Далее. Сепрессоролопуфля. Приходит к онкологическому сепренированию, когда мы получаем всю информацию. Но основная вещь, которую надо знать, это то, что при сепренировании вы можете получить информацию о мутациях двух типов. Это герминальные мутации, те мутации, которые будут наследованы от родителей, и соматические мутации, мутации, которые образовались в процессе, эмбрии, генеза или развитие индивидуа. Мутации в опыте обычно происходят именно в нескольких клетках, то есть начинается с сезонных клеток зачаточных, и накапливаясь эти мутации приводят к развитию хронического запревания. Поэтому, когда мы говорим о рисках заболевания, мы анализируем герминатные мутации, когда мы говорим о подводе терапии, и определении характеристик опухоли, мы говорим о соматических мутациях. Соматические мутации накапливаются, их может быть достаточно много в каждой опухоли клетки, и более того, их спектр может отличаться. Это определяет стройенность. Экзол. Как я и говорила, герминатные мутации можно прочитать по-разному. Можно прочитать всё-всё-всё-всё, а можно прочитать только функциональную часть. То есть, к примеру, если мы вернёмся к нашей книге, то в книге есть определённый список продуктов. Список продуктов — это экзон. То есть это то функциональное, что минимально необходимо знать. То, в какой последовательной их смешивать, мы узнаём уже из анализа этой нормы. На картинке вы видите помеченные точками зоны. Это экзоны, это функциональные зоны, и белые квадратики это эндроны. Анализ экзонов позволяет нам определить большую часть мутации, которые ведут нам в развитие заболевания. Сейчас всё больше исследований посвящаются эндронам. Но пока что практически все медицинские тесты задерживаются на зонах. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok